Зеркала. Как часто на вашем пути встречаются зеркала? В магазинах, в поликлиниках, в торговых центрах? А представьте на секундочку, каждый день тысячи людей проходят со своими бедами, со своими проблемами, болезнями, и они заглядывают в эти зеркала, а зеркало впитывает в себя всю энергетику. Как хорошую, так и негативную. И если вы заглянете в такое зеркало, то нахватать море проблем очень легко. В магии используют как обычные зеркала, так и особые черные магические зеркала. Их используют в практике для работы с миром мертвых и просмотра ситуаций из прошлого, для развития ясновидения, прорицания. Такие зеркала изготавливают из натурального отшлифованного камня, черного агата, обсидиана или мариона. И такие черные зеркала отлично защищают дом. Они отражают все зло и негатив, который отправляют вам ваши недруги и враги. А если вы публичная персона, занимаете высокую должность, либо снимаете видео каждый день и выкладываете в YouTube, либо в соцсети, тогда вам необходим колдовской непрогляд. Это шапка-невидимка. От ваших врагов проводится особый магический ритуал с зеркалом. И ваши враги отныне не смогут вас посмотреть и найти ваши слабые места, чтобы пробить вас. То есть на таро, на оракулах, на любых инструментах магических вас не смогут просмотреть. Вас будет окружать плотная стена непрогляда. А для детей и взрослых отлично подойдет амулет, который будет отзеркаливать весь негатив, зависть, сглазы, порчи. Все, что летит в спину, ядовитые стрелы, все будет отражать этот амулет зеркальный. Он работает мягко и он подходит абсолютно всем. Как взрослым, так и детям. Он создает вихрь вокруг человека. Он гасит и возвращает все зло обратно. Он отзеркаливает весь негатив обратно вашим врагам. Единственное, не забывайте, что такой амулет нельзя мочить водой и брызгать духами. А еще расскажу вам об особом амулете, который мы изготавливаем. Это отзеркаливание. Мощный, древний ритуал. Он не имеет аналогов и направлен на защиту от врагов, от порч, от сглазов, от вредоносных сущностей, от энергетических вампиров. Он отзеркаливает все зло, которое будет направлено на вас. И такая зеркальная защита нужна абсолютно всем. Она безопасна, во-первых. А если в вашем окружении много завистников, врагов, то отзеркаливание вам просто необходимо. Постараюсь вам образно донести, как работает зеркальная защита. Зеркало и водная поверхность, они очень идентичны и родственны. И если бросить огромный камень в воду, то вода его поглощает, а брызги отлетают обратно, вокруг. То есть все зло, что вам направляли враги, они получат обратно. А вас этот негатив не затронет. Нас часто спрашивают, что делать, если разбилось зеркало. Если у вас такой амулет разбился, значит он взял на себя весь удар, весь негатив отразил от вас. И в таком случае берете зеркало, отражающее поверхностью, вниз. Очень аккуратно постарайтесь работать, чтобы не порезаться стеклом. Лучше надеть перчатки. И дальше выносите на помойку. Говорите «Благодарю за службу». И кладете рядышком горсть карамелек. Говорите «Духом помойки на съедение негатива уплочено». А сейчас посмотрите внимательно в зеркальную поверхность. Сам дух зеркалья показался. Он показал свой образ, свой лик. Посмотрите. Видите? Вам очень повезло, потому что дух зеркальник редко показывается. А сегодня он прямо благоволит. И он показался. Такой дух обитает не во всех зеркалах. Вы же понимаете? Проводится особый ритуал. Приглашается дух зеркальник. Этот дух отлично отражает. Все зло, всю зависть, злобу, негатив, порчи, сглазы, негативные программы. Однако с зеркалами нужно еще и правильно взаимодействовать. Нельзя смотреться беременным маленьким деткам. Также вы знаете, наверное, что после смерти близкого человека занавешивают все зеркала на 40 дней. И только потом их открывают. Потому что зеркало – это портал. И душа умершего человека может заблудиться в этом портале и не вернуться, и не попасть к истоку. И еще запомните одно правило, что в спальне категорически нельзя ставить зеркала. И особенно спать напротив зеркал. Потому что зеркала способны отнимать энергию, жизненные силы и даже ставить. А если же вы хотите сохранить красоту и молодость, ни в коем случае не давайте смотреться в свое зеркало другим, чужим людям. Наоборот, такое зеркало приобретается в пятницу с почином. И такое зеркало должно быть красивым, дорогим, роскошным и радовать вас. И еще один важный момент. Будьте очень аккуратны со старинными антикварными зеркалами. Потому что вы никогда не узнаете, кто были хозяева этого зеркала, какой негатив хранит данное зеркало и насколько оно может испортить вашу жизнь. Поэтому будьте предельно аккуратны. И если вам по наследству досталось такое зеркало антикварное, либо вы приобрели его для себя, то заверните в черную ткань и вынесите на помойку.